Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем программу «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Алексей Лаптев, директор колледжа промышленности и автомобильного сервиса. Но это то, как он сам сказал себя представить. Да, здравствуйте, уважаемые гости. Но мы сегодня поговорим не только о колледже, мы поговорим о том деле, которым Алексей занимается, кроме колледжа, ну или, так скажем, больше колледжа. Но скажите, это кураторство над центром, как он правильно называется? Ну, давайте начнем с того, что, конечно, моя жизнь, моя судьба и моя профессиональная карьера все-таки тесно очень связаны со службой занятости населения Кировской области. И я начинал свой путь в образовании все-таки с такого учебного заведения, как учебный центр службы занятости. Это не подведомственное министерство образования было учреждение. И наша задача была обеспечивать именно востребованными кадрами работодателей Кировской области. То есть мы готовили различные категории граждан. У нас проходило обучение более 5000 человек. Мы участвовали в различных федеральных программах, когда действительно рынок труда переживал различные, так скажем, сферы падения, подъема. Это и 98-й год был тяжелый очень в рынке занятости. И тот опыт, который мы наработали в этой связи 4 года назад правительством, я считаю, абсолютно правильно было принято решение о реорганизации этого учебного центра. И вот эту деятельность совместите с системой среднего профессионального образования, развивая тем самым дополнительное профессиональное образование в системе, опять же, Министерства образования, давая возможность всем колледжам, училищам, техникумам, которые у нас имеются, совершенствоваться именно в качестве образования. То, что вы сказали, центр, да, центр — это структура, центр опережающей профессиональной подготовки, он правильно называется. Это было создано в рамках национального проекта «Демография» год назад по поручению президента Российской Федерации. Задача была поставлена создать так называемое, мы его называем, «Единое окно» для граждан, работодателей, службы занятости, куда бы каждый мог обратиться и получить услугу по обучению, повышению квалификации, переподготовке, услуги по профориентации и все, что связано со всей системой образования. На сегодняшний момент год этому центру, но я думаю, мы подробнее, наверное, попозже об этом поговорим. Все-таки система среднего профессионального образования на сегодняшний момент выходит на главенствующую роль. Как мы видим, это и приток студентов, который сейчас происходит уже четвертый год поподряд идет, растет количество абитуриентов. Это и средний балл, который сейчас в среднем профессиональном образовании доходит до 4,8. Это и конкурс, который достигает 3-4 человек на специальность. Это и желание родителей и детей не идти в 10 класс, а все-таки получить ребенку профессию, а дальше уже он сам определится, идти ему в высшее образование, либо ему все-таки работать по полученной профессии и специальности. Это вообще очень большой вопрос, который требует отдельного. Ну вот в том числе об этом мы и говорим, Алексей. Я специально не прерывал. Я понял. Вот эту вот миссию государственного человека, который должен все это сказать, будем считать, выполненной. Объединить, да. Объединить, выполнять. Выполнили миссию. А теперь поговорим, ну, что называется, по-человечески, с пониманием. Я приглашаю в свою программу людей, которые хорошо разбираются в том, чем занимаются. И мне интересно узнать их взгляд изнутри. Я практически в каждой программе произношу фразу, которую в свое время прочитал. Если кто-то говорит, что что-то делать легко, то он ничего в этом, скорее всего, не понимает. И мне как раз интересно разбираться в том деле, в котором я, может быть, не очень хорошо понимаю, но с тем человеком, который занимается им профессионально и заинтересованным. Подготовка кадров, среднее профессиональное образование, служба занятости. Вот этим сферам было посвящено большая часть жизни. Так ли все как выглядит внешне, если смотришь изнутри? Ведь запрос на кадры сейчас является одним из самых главных вопросов для предпринимателей, для промышленности. Мы находимся объективно в демографическом спаде. У нас вышли на рынок труда поколения, которых мало объективно. Мы находимся в ситуации разрыва между тем, кого готовит система образования на различных уровнях, и те, кому кто нужен экономике, потому что скорость и динамика изменений экономики значительно превышает динамику изменений в системе образования разных уровней, высшего, среднего и даже начального. Вот как изнутри ситуация выглядит? Ну, надо начать с того, что последние 10-15 лет система СПО находилась в упадническом состоянии. Слушайте, вообще, вот сразу давайте там, ошибкой было оставлять ее на региональном уровне? Ну, мне, наверное, сложно судить, оставлять его на региональном уровне, на федеральном уровне. То, что имидж рабочих профессий ушел в сторону, и было предпочтение отдано высшему образованию и нынешнее поколение, и родители, соответственно, были воспитаны о том, что лучше быть бухгалтером, юристом, нежели токарем, фрезеровщиком. Ну, мне, наверное, сложно об этом судить, почему это произошло, как это произошло, когда это произошло. Но то, что мы сейчас плоды пожинаем, это факт. Это факт того, что 10-15 лет система среднего профессионального образования стояла в тени. То есть та инфраструктура, которая была материальная, техническая база, преподавательский состав, мастера производственного обучения, они, конечно, их нигде не готовят. Давайте начнем с того, что мастеров производственного обучения в принципе никто нигде не готовит. Если учителей мы по общеобразовательным программам мы можем подготовить в ПЭД-университете, в ПЭД-колледже, то мастеров производственного обучения вообще нигде не готовят. А как это, куда они берутся? Ну, они берутся в основе своей, как вот, давайте уж из жизни, да, на чистоту. Это работающие граждане, которые практики на заводе отработали, по состоянию здоровья, как правило, да, они не смогли выполнять свой функционал, ну, они приходят в образование, мы им повышаем квалификацию, даем им педагогический минимум, вот, и они приступают к обучению людей. Одна большая проблема здесь существует, по практике они хороши, теорию дать может не каждый. То есть здесь, конечно, педагогические основы, которые заложены в человеке, они были, либо я не есть, либо их нет. То есть здесь приходится совмещать преподавание и мастеров, то есть у них должна быть очень четкая связка. Но это, опять же, вопрос такой глубинный, и каждое учреждение среднего профессионального образования лично выбирает ту траекторию, ту стратегию, как они будут вот эту взаимосвязь выполнять. Что касается службы занятости, ну, служба занятости всегда была апостолом во главе, а потребности удовлетворения рынка труда. Изменилась ли она сейчас? Да, изменилась, как и все. Как и все, появились дополнительные информационные, какие-то цифровые ресурсы. Возможно, где-то ушла, допустим, так называемая оперативность общения с работодателем, прямой контакт. Но это ведь касается не только службы занятости, это касается в целом государственной системы. Вот этот переход в цифру, в дистанционное общение, оно накладывает определенный отпечаток. Мне сложно судить о том, как изменилась служба сейчас занятости, и что бы там можно было изменить. Но в целом у нас с ними очень хорошие партнерские отношения, всегда на связи, всегда на определенном взаимопонимании. Но надо понимать, я еще раз повторю, об этом всегда говорили, что на учете безработные, кто состоит на учете, это люди, которые просто не хотят работать. Давайте начнем с этого. Потому что тот уровень пособия, который сейчас платится, в принципе удовлетворяет минимальному размеру оплаты труда, который существует на предприятии. То есть уборщицы получают столько же, сколько же человек, состоящий на учете в занятости. Они сейчас не идут работать. Да, кто хочет работать, он работает. Поверьте мне, уровень вакансий, да, и спрос предложения, он практически одинаковый. То есть кто хочет работать, он работает. Если мы смотрим категорию ищущих работу, которые состоят в службе занятости, да, там есть ресурс определенный, трудовой, но для них существуют активные программы, которые там и переобучение, и повышение квалификации, и определенная другая работа с ними проводится для, опять же, направления их к непосредственному работодателю. Также там есть федеральные проекты. Ну, смотрите, вопрос тогда, я уж извините, Алексей, перебью. В эфире просто, ну, надо так чуть-чуть... Наверное. Ну, надо добавлять второго спикера. Да, хорошо бы. Смотрите, ну, наверное, нехорошо будет в отсутствии, собственно говоря, там... Конечно, конечно. ...кого-то служба занятости, там обсуждать их работу, но мы давно говорили о том, что служба занятости должна обеспечивать, ну, на наш взгляд, бизнес, не пристройство граждан, а выполнение заявок бизнеса, промышленности, экономики в целом на кадры. И вот тогда это будет, собственно говоря, понятный государственный орган, потому что в противном случае то, о чем вы говорите, если это так работает сейчас, то тогда есть социальные службы. Не хочешь работать, нужно пособие, иди в социальные службы. К службе занятости это там особого отношения не имеет. Ну, это большой отдельный вопрос. Это отдельный, да. Это история и с работой в России, и всем остальным. Это, я думаю, что отдельно поговорим. Все-таки СПО. Вернемся к этой теме. Ваше непосредственно там занятое дело сейчас. Вы сказали, что оно стало меняться. Вот 15 лет было таким, а что сейчас? Я хотел бы должное отдать вот последним четырем годам и тому руководству в правительстве, которое полностью переориентировалось на поднятие имиджа среднего профессионального образования. За последние только 4-5 лет в рамках национального проекта того же образования были адаптированы и модернизированы и до сих пор модернизируются мастерские. Это та основа, которая заложена в системе среднего профессионального образования. Да, есть математика, есть физика, есть русский язык, есть общеобразовательные другие предметы, но то, на чем у нас сейчас занимаются и где занимаются ребята в рамках учебной практики, это, конечно, отводится в СПО самое главное значение. Ну, то есть основные навыки. Конечно, потому что меняются в ГОСы, появились демо-экзамены. Что такое демо-экзамен в рамках СПО? Ну, по факту, это новый формат сдачи традиционного экзамена. То есть на сегодняшний момент ребенок не стоит у доски и читает доклад, да? Он непосредственно в мастерской, непосредственно на оборудовании сдает определенный набор задач, операций, причем очень сложных операций, обязательное участие работодателей в этом процессе. Ну, и хочется отметить один такой факт, что на сегодняшний момент, вот последние два года, вот я сам состою в комиссиях, да, в дипломных работах, практически процентов 80 ребят, сдавая диплом, защищая диплом, уже имеют на руках договоры о гарантированном трудоустройстве. То есть на сегодняшний момент надо отдать должное. И работодатели поменялись в своем осознании того, что сейчас не работник ищет работодателя, а работодатель ищет работника и заинтересован в том, чтобы создать ему такие условия труда, в том числе там социальные, заработные оплаты, предоставление жилья, чтобы он пошел именно к нему. И вот это взаимодействие, взаимосвязь, она очень положительно влияет на вот это выравнивание дефицита рабочих кадров. Что у вас произошло 1 сентября? Что за ребята к вам пришли? Что они из себя сейчас представляют? Очень много сейчас разговоров про то, что молодежь не та. Что это за ребята? Нет, ну что значит молодежь не та? Это, знаете, проблема отцов и детей, да? Это вечная проблема, да? Когда мы пытаемся вспомнить, какие мы были, и мы пытаемся это рекало... И мы были не теми. Да, и мы пытаемся эти рекалы переложить на наших детей, вот как и мы в свое время, да, отвергали или отторгали то, что нам навязывали наши родители. Абсолютно адекватные дети, абсолютно уравновешенные, так скажем. Проблема в другом. Опять же, она в другом проблема, что до сих пор родители и дети не занимаются выбором будущей профессии. И тем, той индивидуальной траекторией, да, которую они пытаются выстроить в своей жизни. Вот. Они выбирают профессию в основе своей. Это, опять же, показала последняя приемная комиссия. На 90 процентов, я могу это открыто сказать, что дети пришли туда, куда прошел их проходной балл по аттестату. То есть, школа заинтересована, чтобы ребенок сдал ОГЭГ. Мы, колледжи, заинтересованы в том, что к нам дети попали хотя бы каким-то минимальным осознанием того, кем они хотят быть. Потому что они выбирают по интересам, по хобби. То есть, я люблю ремонтировать машину. Я говорю, ну, это нормально. Мальчик — это машина, девочка — это кукла. То есть, это простые наборы вещей. Да, это стереотип, это нормально. Хуже было бы, если бы это было наоборот. И если, допустим, у нас колледж промышленности автомобильного сервиса, то я вам хочу сказать, вот у нас 12 профессий, 12 специальностей. Так вот, из 12 специальностей, три — это автомобиль. Автомобильный — это автомеханик, техническое обслуживание и ремонт системы агрегатов, специалитет, и электрика в автомобиле. Так вот, 500 заявлений, из них 300 — это в автомобиле. Парни, с кем бы ни поговорили, я там занимался картингом. Я с дедом собирал трактор. Я это... А кем ты хочешь быть? А какое твое предпочтение? Ну, я не знаю. Я просто люблю машины. Пять минут разговора с родителем, с ребенком, он идет на маляра. Почему? А потому что я ему показываю результат трудоустройства. Если по автомеханику это из 25 человек 4, то по малярам-штукатурам, облицовщикам-плиточник 100 из 100. Начинаешь с родителем разговаривать, это опять же индивидуальная работа, которая отводится, должно отводиться, системное отдельное время. Вот и все. А школы, к сожалению, до конца тянут их на сдачу ОГЭ. Наступает 1 сентября 9 класса и начинается. Вы должны сдать ОГЭ. Вы должны выбрать предметы. И весь год 9 класс они занимаются подготовкой сдачи ОГЭ. Не определиться с кем быть. И когда наступает июнь месяц, вручение диплома, до свидания, ребенок. Ребенок пошел по интернетам смотреть, по очному общению. Куда же мой балл проходит? Приходит к нам в колледж, у нас технические специальности, у него балл 4. Он вроде бы подходит на техническую, но я закончу. Но физика, математика у него тройки. А русский пятерка, история. Так сможет ли он техническую освоить, если у него основы технические? Хорошо. Вот, Алексей, учитывая общий опыт вашей работы в этой среде, а где и как? Где и как поймать этого ребенка, чтобы, во-первых, понять, что он из себя представляет, а во-вторых, правильно его сориентировать? На последнем педагогическом совещании, они ежегодно проходят, это 22 августа, вот у нас был педсовет, областной, исполняющий обязанности губернатора, был Дмитрий Александрович Курдюмов, который, кстати, вот я хочется опять же отметить его очень такое отношение к профориентационной работе, мы об этом сейчас говорим, профориентирование ребенка отводит отдельное место. Мы подняли вопрос о создании в Кировской области единой системы профориентации. На сегодняшний день масса идет различных мероприятий, экскурсий, знакомства с образовательными учреждениями, профессиональных тестирований, чего только не проходится. Охват детей тысячи, там, сто тысяч, там, но качественный показатель, когда мы начинаем, смотрите, что такое качественный показатель в профориентации, это осознанный выбор профессии. Он, по факту, он не отслеживается, вот, если его отследить более, да, вот так посмотреть детально, ну, дай бог процентов 10 от вот этой всей глобальной работы, и то тут, наверное, больше родительское, так скажем, внимание к будущему ребенку. Вот, и мы предложили создать некую единую систему, да, то есть объединить все ресурсы, которые у нас сегодня имеются в Кировской области, а у нас их очень много, есть федеральные различные проекты, выработать единую систему, и начинать нужно все-таки с программы, ребенок не понимает вообще, что такое профориентация, его водят на экскурсии, ему что-то показывают, он приходит, глаза круглые, ой, станок стоит деревянный, хочу быть стойлером, ой, машина красивая, хочу и автомеханика. Должна быть образовательная программа, единая образовательная программа, которая войдет, да, во внеурочную деятельность. Она не должна быть большой, она буквально там 360 часов, 36 часов даже, 360 я уже так загнул, 36 часов, я все смотрю на свой, 36 часов, вот, которая расскажет ребенку, начиная где-то 5-6 класс, раньше смысла нет, потому что 4 класс, это еще все равно, это рано, это рано, там можно доп. образованием, каким-то роботом собирать, там еще что-то, а вот 5-6 класс, образовательную программу, которая расскажет ему в принципе, что такое профориентация. И вот после вот этой программы можно, да, переходить к какому-то тестированию, да, личностных, профессиональных наклонностей ребенка, но опять же, тут очень большой такой вопрос есть, что нет единой методики профтестирования, чтобы такая вот сказочная методика, по которой бы тест прошел, там галочки поставил, все, я врач. Такого нет. И осознание ребенка, оно меняется постоянно. Это любой взрослый скажет, что, допустим, в пятом я хочу быть врачом, в шестом я хочу биологом, и так далее, и так далее. Девятое. То есть подбирать методики в зависимости и с включением в них регионального компонента. Ведь область у нас большая, и где-то сельхозпредприятие, где-то промышленное предприятие, где-то химия. Должен быть включен региональный. Да, региональный компонент. Региональный компонент. И на уровне школ, с помощью психологов, которые есть в школах, профориентаторы, с помощью приглашенных специалистов. Вот эту методику постараться индивидуально, не знаю, на весь класс, либо индивидуально на детей, ее проводить. То есть постоянно проводить. И уже анализировав вот эту информацию, которая собирается, уже выстраивать какую-то траекторию будущего поступления ребенка. Но надо реально смотреть на вещи. Сто процентов здесь, конечно, никогда не будет. Но я согласен с моим непосредственным руководителем, министром образования Кировской области. Если хотя бы 20% от всей массы детей поймут и осознанно выберут профессию, поверьте мне, определенный дефицит будет закрыт, и мы получим хорошее поколение с будущим, опять же, их поколением, которое будет воспитывать, воспитывать, воспитывать. Ну и они станут примером для других. Это действительно так. Ну да. И здесь стопроцентного результата, если исходить из того, что стопроцентного результата не добьемся, поэтому делать не надо, это точно не тот подход. Алексей, чего не хватает? Ну вот на федеральном уровне внимание обратили, на региональном есть понимание. Все, чего не хватает для того, чтобы система разработала так, как... Я бы не сказал, Андрей Ленинович, что чего-то не хватает. Это идет. Но вы понимаете, ломать не строить. 15 лет назад была сломана система, вообще полностью, была сломана система. Она ушла на второй план. И... Но ее не сломали, мне кажется, ее просто забыли. Да, думать о том, что сейчас за год-два получится сказка, и все это произойдет, ну, это было бы ошибочно. И еще раз хочу вернуться к тому, с чего я начал. Очень... Меня очень радует, и почему я согласился работать в среднем профессиональном образовании, когда предложил ли мне возглавить учреждение, что правительство, которое сейчас, да, возглавляет нашу область, и кураторы... Я всегда буду в пример приводить и Дмитрия Александровича Курдюмова, да, он очень внимательно и постепенно, системно эту работу налаживает. Но я еще раз говорю, за год, за два, за три, даже за четыре это не перевернуть. Но то, что сейчас сделается, да, медленно. Да, мы сейчас принимаем какие-то теоретические шаги. Да, мы начинаем внедрять то, что создано в рамках национального проекта образования. Да, мы начинаем двигать какие-то элементы профориентации, современные элементы, да. То есть это и профессиональные пробы, которых не было никогда. То есть сейчас ребенок, придя в любое образовательное учреждение, СПО, да, он может попробовать себя в этой профессии путем мастер-классов. Он может виртуально это попробовать. То есть на 3D-тренажерах. То есть это все создано. Но надо менять и менталитет, и подход к школу, и подход той же системы среднего профессионального образования, и работодателя, что он должен сейчас участвовать в этом процессе. Не приходить к нам на экзамен на четвертом курсе, когда они уже на выходе, а с первого курса на первом родительском собрании встречаться с родителями, предлагать, рассказывать. Понимаете, это система. Понимаю. Задал вопрос про первое сентября. Вы перед этим говорили про 3-4 человека на место. У вас как было в этом году? Ну вот я про нас и говорил, потому что, в принципе, динамика... Знаете, вот здесь опять же интересная ситуация. Киров переполнен студентами. Проблема в том, что выезжают с районов. То есть районы постоянно не добирают детей. Это очень большая работа, которую мы ведем в рамках... Это не только по моему колледжу, который я возглавляю, это вообще по всей системе, которая создана у нас в городе Кирове. Основное, так скажем, основное время, которое мы тратим на приемной комиссии, это мы уговариваем и отговариваем родителей поступать в Кирове и остаться в районе. Они категорически не хотят этого. Но вопрос, почему, объяснить тоже не могут. Но факт остается фактом. Общежития, которые созданы при колледже, на 100% заполнены детьми. А это по нашему учреждению 300 человек, по соседнему, рядом со мной, учреждения технологические, 500 человек и так далее, и так далее, и так далее. То есть конкурс, ведь он и из этого тоже складывается. Если мы отсечем область, то в принципе все будут работать. Это ведь и качество касается. Одно дело, когда у тебя группа 20 человек, другое дело, когда у тебя группа 30 человек. А удовлетворить мы должны всех. Ну а как мы отсечем область? Никак. Есть основные какие-то... Есть нормативные документы, которые регулируют и дают право на поступление любому человеку. Поэтому здесь ведь... Я говорю, опять же, это системный вопрос. Ведь он складывается из экономических показателей отдельно взятого региона. Ведь надо отдать должного сейчас, опять же, исполняющему обязанности губернатора, который первое, что начал, это ездить по области и смотреть экономические... Ну, давайте, переходя к системным вопросам и говоря, в принципе, о системе образования, мы сейчас должны небольшой рекламный блок поставить. И вот по системе самого образования мы поговорим через буквально там пару минут. Вернемся, не переключайтесь. Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Усенко. У меня гость сегодня, ну, даже сложно гостем назвать, партнер по диалогу и коллега Алексей Лаптев, директор колледжа промышленности и автомобильного сервиса, про систему начали говорить. А вот интересный вопрос. Ведь запрос на изменения есть, более того, установка на изменения есть, там, федеральная, да, и мы понимаем. А система готова меняться, Алексей? Вот она... Ну, хорошо. Сначала этот вопрос, а потом второй. Готовы меняться? Система в каком, Андрей Леонидович? Система СПО. Сама готова меняться после этих 15 лет? Система СПО, она, в принципе, меняется постоянно. То есть нет такого, что у нас каждый год повторяют другой. Вот. Я уже повторю о том, что и меняются и в ГОСы, и меняются стандарты, и меняются приемы. Мы готовы. Другой вопрос, если вы задаете по контрольным цифрам приема, которая у нас формируется на каждой поступающей, изменение профессии, специальности, это другое. Что конкретно? Я говорю про то, что, смотрите, мы говорим, что надо менять отношение к труду в обществе. Мы говорим о том, что должно быть более качественное образование тех ребят, которые выходят. И вы говорили про лаборатории, про которые появляются. Но при этом вы же говорили о том, что преподавать идут люди, которые, к сожалению, с производства вынуждены были уйти. И это такое, прямо скажем, компромиссное решение, когда человек хороший токарь, но как он передаст эти знания, еще не факт. Вот в этом смысле система готова, ну, так скажем, признать, что она, может быть, в чем-то не отвечает актуальности, которые ей сейчас придается, и вот это менять изнутри. Я отвечу на это так. Давайте все-таки, наверное, мы разделим систему среднего профессионального образования. Сейчас у нас внедряется активно, это везде говорят, и в этом году область даже заявку подала на то, чтобы в 23-м году программа профессионалитета. Вот это что такое? Программа профессионалитета, ну, на самом деле, я сейчас, наверное, широко не расскажу, что включает все это. Это ускоренная подготовка. То есть, это подготовка, которая будет рассчитана на два года под потребности. Если вам знаком, Андрей Леонидович, такая форма, как дуальное обучение. Это примерно, как дуальное обучение. То есть, совмещенная теория с практикой. Да, то есть, часть теории и основную часть теории это среднее профессиональное образование, колледж-техникум, а дальше уже студент уходит на предприятие, да, и под предприятие конкретное готовится. Вот, где-то в октябре месяц будет как раз такая расширенная конференция. Моя коллега Казакова Маргарита Юрьевна, директор Вятского электромашинно-строительного техникума, поедет туда. И мы как раз с торгово-промышленной палатой хотели собраться. Она расскажет вообще, что это такое профессионалит. Она едет на эту конференцию, да, и уже такая инициатива прозвучала, что в 23-м году мы начнем в Кировской области этот профессионалитет делать. То есть, вот вам то, наверное, основное изменение, которое нас ждет. То есть, это вот именно переориентирование, как вы сказали, на вот эту скоротечность изменения рынка труда и потребностей. Сегодня у нас оборонка, завтра у нас лесная, а послезавтра у нас строительная отрасль. У нас куда ни возьми, ну, по факту сейчас, может, любая отрасль вот сейчас сядет, сядут с нами, да, и нам скажут, продавцы нужны, лесная нужна. Ну, ведь надо понимать, что ресурсы, он тоже ведь имеет определенные границы. Есть приоритеты, в том числе, в экономическом развитии региона. Давайте смотреть программу развития региона на пять лет и под эту программу уже внедрять систему подготовки. То есть, опять же, мы возвращаемся с вами к системе, как вы меня спросили, а что надо изменить? Ну, давайте попробуем поменять общую систему, общую концепцию. То есть, где мы будем совмещать прогноз экономической развития Кировской области, прогноз спроса предложения рынка труда и запросы на изменения в системе среднего профессионального образования, включая профессионалитет и дополнительное профессиональное образование. Ну, понимаю, о чем вы говорите. Вижу по многим даже заведениям СПО эти изменения, которые происходят, там действительно пошли, пошло финансирование, центр, который, собственно говоря, мы с вами несколько мероприятий там проводили, мы видим эту востребованность. Я говорил, наверное, знаете о чем? Мне кажется, что мы же с вами рассуждаем, да, размышляем. Вот из того, что я видел, есть ощущение, что обе стороны этого процесса или даже три, там, условно говоря, некое государство, система образования и там, субъекты экономики, да, они все ждут, что кто-то из них это сделает. Согласен, кто-то встанет во главе. Да. Государство говорит, слушайте, ну, мы вам обеспечили образование, обеспечили экономику, вы уж договоритесь как-то. Образование говорит, так вы скажите, кто вам нужен, мы подготовим. Пошел открытый диалог, да, Андрей Юрьевич? Да, да, как и бывало, собственно говоря, у нас. Вот, я думаю, что здесь все-таки, ну, мое понимание, и мы обсуждали это, мне кажется, надо понимать, что никто за тебя здесь не сделает. Это надо садиться и договорить. Мы видим по конкретным примерам отдельных образовательных учреждений, когда руководитель, там, колледжа, техникума, он знает лично директоров профильных отраслевых предприятий, он с ними раз в месяц, а то и чаще встречается, они узнают, когда к нему ехать, и вот там это налаживается. Вот это тот пример, который, наверное, будет работать, и на его основе вырастет вот эта новая система, которую, собственно говоря, которую мы ждем и надеемся. Так это? Это так, это не мы. Понимаете, от личного общения от прямого контакта мы никогда не уйдем. Если, допустим, Лепси привыкла работать с Вентом, оно и будет работать с Вентом. Хоть ты засоздавай различные центры, единые окна, оно привыкло работать с ним. Привыкли со мной работать, там, сфера автосалонов, да, она будет работать со мной. Но другой вопрос, опять же, мы возвращаемся к центру. Все-таки, как сказать, единое окно, вот госуслуги. Вспоминайте о госуслуге, когда начали МФЦ вводить, госуслуги, как мы все от этого уходили, а сейчас ведь мы жить без этого не можем, и мы уже не ищем. И не дай бог запусти нас. Мне не надо паспортный стол искать, я захожу в госуслуги. То есть, опять же, вы правильно сказали, это совместная работа, к которой мы рано или поздно придем. Вопрос времени, вопрос времени, потому что актуальность и проблема уже возникли. Мы еще, наверное, вот мне кажется, до конца все равно еще не осознаем. Потому что общаясь с работодателями, ну, честно говоря, мне кажется, еще вот как-то не осознаем. Нет, тут однозначно есть инертность, и мы все считаем, что сейчас это временные трудности, которые сейчас пройдут, но мы понимаем, что демографические процессы, они очень длительные. Они неизбежны, они очень длительные. из того, что я видел, это цифры, из которых понятно, что мы входим в достаточно длительный период. Андрей Леонидович, пугает то, что сейчас молодого, кого вы не спросите, они не хотят иметь детей. До 30 лет они не хотят обзаводиться семьей, детьми. И это очень пугающий фактор. Это вот то поколение, которое сейчас к нам приходит, да, учится, то есть с кем общаешься, они как-то вот так к этому вообще... Child-free? Можно и так сказать, да, но вот это очень, очень нездоровая динамика. Я просто общаюсь непосредственно с детьми. Я смотрю не цифры, а смотрю детей. Вот смотрите, Алексей, тема, наверное, еще на несколько программ, но, к сожалению, вынуждены завершать. Буквально полторы минуты у нас осталось. Я на самом деле рад, что мы этот разговор начали. Я вам буду благодарен, если вы мне порекомендуете ваших коллег, которых можно будет пригласить в программу и поговорить уже в отраслевом где-то разрезе. Но мне кажется, что вот действительно, здесь очень многое зависит от вовлеченности каждой из сторон. Мы с вами на нашем примере видим, каким результатом это приводит, и этим должны все заниматься. И должно заниматься государство и каждый из нас с точки зрения все-таки формирования, даже там, пусть это будет идеология. Вот знаете, я в качестве примера на паре мероприятий в Москве больших задал вопрос, кто из нас в последний раз слышал слово труд в эфире телеканала или на страницах там газет или интернет. У нас слово труд ушло из инфопространства. У нас есть бизнес, работа, занятость, еще что-то. У нас нет слова труд. Это те европейские стандарты, которые мы успешно внедряли, а сейчас пытаемся. Мы сейчас о чем с вами говорим? А кто их внедрял? Вопрос отдельный? Я очень надеюсь, что мы этот разговор продолжим. С удовольствием. Даже с вами вернемся через какое-то время эфир, но буду благодарен за коллег. Надеюсь, мы заставили или дали возможность нашим слушателям задуматься о том, что происходит. Очень надеюсь. и надеюсь, что такой наш вклад даже сегодня в эти 40 минут отчасти в решение этого вопроса системного изменения мы с вами сделали, но мы продолжим его делать и дальше. Алексей, спасибо большое за программу. Спасибо вам, Андрей Леонидович. Спасибо. Коллеги, давайте трудиться и не забывать, что, собственно говоря, именно труд сделалось. Человека. Да. До свидания. До свидания. Разговор по делу.